Библейский портал экзегет.ру представляет Четвёртая и последняя глава книги Руфь. Читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Итак, история Руфи. История скандальная, история неприличная. «Руфь приходила ночью к Боазу, когда он спал пьяный и наевшийся после обмолота ячменя. И там с ним ночевала». Судя по всему, чисто платонически, но всё равно скандально же. Казалось бы, вот сколько мы знаем про такие религиозные книги, религиозные всякие проповеди. В них такие вещи строго осуждаются. Какая пошла молодёжь распутная. А Боаз, наоборот, хвалит эту женщину. Он говорит, ты хочешь выйти за меня замуж. Но это правильно, потому что есть обычаи либератного брака. Я уж не буду повторять, в каждой главе я это рассказывал. В чём он заключается? По которому я должен стать твоим мужем. И ты хочешь это исполнить. Но вот ты делаешь это, говорит он, деликатно. То есть ты не объявляешь об этом открыто. Мало ли, как я среагирую, какая-то неловкая будет ситуация. Вот это всё решается с глазу на глаз. Но теперь берёт на себя инициативу Боаз. Он мужчина, к тому же он тут описан как человек такой в возрасте, с положением. То есть это видный человек. В отличие от Руфи, которая там никто, моавитянка, к тому же моавитяне. Это довольно враждебный израильтянам народ. И вот он решает, наконец, навести в этом порядок. А Боаз пошёл и сел у городских ворот. Город обнесён стенами, ворота, через которые все входят и выходят, это такая главная площадь, на которой все дела и решаются. И видит, идёт тот родственник, о котором он говорил. Ну, там люди выходят из города, в свои поля работайте, всё такое прочее. Боаз позвал его и сказал, подойди, сядь. Тот подошёл и сел. Боаз привёл 10 человек из числа старейшин города и сказал им, садитесь здесь. Здесь они сели. Нужны свидетели. То есть, это официально торжественное действие. Боаз сказал родственнику. Речь идёт о поле нашего родича Эли Мелха. Науми, вернувшись со стороны моав, продаёт его. Я подумал, что надо сообщить об этом тебе. Ты можешь выкупить это поле пред всеми присутствующими и предстарейшинами народа. Хочешь, выкупай, а не хочешь, скажи мне, чтобы я знал. Право выкупа принадлежит тебе, в первую очередь, я второй после тебя. Странно. Мы сегодня продаём, покупаем недвижимость. Ну, как-то объявление помещаем. Кто первый дал деньги, тот и купил. А тут вдруг Боаз говорит, вот ты первый, а я второй. А никто первые деньги даст. Почему? Ну, дело в том, что мы в книге Иисуса Новина читали, и постоянный такой мотив. Распределена вся земля Ханаана, Палестина и Израиля, три названия одной страны, между племенами Израиля по жребию, и это от Бога. То есть, не просто, ну, как вот там одежда какая-нибудь, или, я не знаю, там, кувшин с вином, вот кто хочет, продал, кому хочет. А земля – это принадлежность рода. И поэтому оставшийся от покойного Лемелла Ханадил может купить только его ближайший родственник. Но если он откажется, следующий по степени родства, чтобы Ханадил оставался внутри рода. «Я выкуплю», – ответил тот. Ну да, а бесхозная земля, что ж, плохо приобрести, наверное, за небольшую цену, потому что вдова бедная не будет уж там особо привередничать. Боаз сказал, если ты купишь полионауми, ты также должен взять в жены Руфмиавитянку, вдову умершую, чтобы его потомки наследовали его имущество. Представляете, покупаете вы дачный участок, а вам говорят, «О, кстати, купив этот дачный участок, вы должны взять в жены вот ту, знаете, узбечку, или там, не знаю, китаянку из какого-то другого народа, к тому же с ним не очень хорошие отношения. С какой стати?» Да все очень просто. Раз это родовая структура, то ты не просто покупаешь себе, себе, себе любимому, а ты исполняешь обычаи левератного брака, ты становишься мужем вместо того покойного. Вот родится сын, да, от этого союза, с этой Руфью, и поле будет его, а не твое, не твоих детей. Ну, то есть физически это будет твой ребенок, конечно, биологически, но социально он будет считаться сыном умершего, и он будет носить его имя. Зачем тогда это нужно? Поле-то он хочет, кто же недвижимость откажется приобрести по дешевке, а вступать вот в такие отношения, нет, это слишком хлопотно. Тогда родственник сказал, нет, не смогу я выкупить, так я разорюсь. Ну да, смотрите, предлагается получить участок, в него вкладываться, обрабатывать его, а потом он перейдет в чужую семью, да, то есть он будет считаться участком вот этого родившегося, ну, в будущем ребенка, да, что это я буду не своему сыну наследство сохранять. Пусть за тобой будет право выкупа, я выкупить не смогу. Вот смотрите, есть либератный брак, да, есть, вроде как должен человек, но он его исполняет, этот обычай, ровно до той поры, пока это ему выгодно. Вечная история. В древности у израильтян был обычай, передача права на выкуп, ну, вот то самое, что мы сейчас обсуждали, чтобы скрепить договор, человек снимал с себя сандалию и давал другому. Так израильтяне подтверждали договор. Сандалия, то, что обувь, то, что на землю ставится, да, вот отдавая свою сандалию, ты говоришь, я эту землю топтать не буду, ты топчи. Я вот свою землю, да, этот сандалий, он на моей земле стоит, вот ты его теперь носи, это твоя теперь земля. Покупай ты, сказал родственник Буазу, и снял сандалию. Буаз сказал старичному всем присутствующим, «Вы свидетели, сейчас я покупаю на уме все, что принадлежало Элемелеху, Киллиону и Махлоне, двум сыновьям Элемелеха и Науми, да, которые все умерли, кроме Науми. Также Ируфь Мавитянку, вдову Махлона, я беру себе в жены, чтобы потомки умершего наследовали его имущество, и чтобы не пресекся его род в нашем городе. Вы тому свидетели». И тут очень хорошо объяснено, в чем смысл этого обычая. Вот у нас ничего этого нету, нам кажется странным. То есть Босс исполняет этот обычай, но смотрите, он бы его не исполнил, если бы Руфь к нему не пришла ночевать. Вот он тоже об этих вещах не задумывается. Вот есть абстрактные законы, которые вроде как надо исполнять, но на практике, ну зачем вся эта тягомотина? Ну зачем, мне своих халопот не хватает, еще с участком этим возиться. Еще эта женщина, кто она, что она. И только когда Босс увидел, что Мавитянка, чужестранка, вообще-то язычница изначально, исполняет законы Израиля, тогда, когда все израильтяне на них как-то, в общем-то, плевать хотели, говоря просторечно, да, вот тогда он понимает, да, вот эта женщина чего-то стоит, вот такую стоит взять за себя в жены. Все присутствующие на площади у ворот и старейшины ответили, да, мы свидетели, пусть Господь сделает жену, входящую в твой дом, подобной Рахиле Илье, это жены Иакова, от которых произошел весь израильский народ. Могуществен будь во Фрате и знаменит Вифлееме. Фрат и Вифлеем одно и то же, два названия одного города. Пусть благодаря твоему потомству, которое Господь даст тебе от этой молодой женщины, дом твой станет подобен дому парца, которого Тамар родила Иуде. Но они все иудеи, поэтому вспоминают своих прародителей, да. А между прочим, а почему Тамара? Там тоже скандальная история. Тамара-то же была женщина, которая притворилась блудницей, чтобы зачать от своего свекра. Тоже скандал. Тоже не просто так. Интересно, что оба этих женских имени будут в Евангелии от Матфея среди предков Иисуса Христа по плоти, да. А, наверное, если бы каждый из нас уставлял свою генеалогию, мы бы постарались обойти какие-то, знаете, скандальные истории в роду, что там кто-то с кем-то не так вот себя повел, особенно все эти сексуальные скандальщики. Лучше не надо замазать. Евангелист Матфей выставляет их на показ. И это очень важная вещь. Потому что вот здесь скандально, скандально, скандально. Но с Тамарой еще более скандальная история. Но и в Евангелии, между прочим, когда Дева Мария зачинает, не будучи замужем, это тоже скандал. Вот есть такая бытовая праведность. Вот надо, чтобы все как у людей, да. Вот есть распорядок определенный, любое нарушение. Фу, какая гадость. А есть божественный замысел, который поперек этого всего иногда действует. Вот не обращает внимания на то, что люди скажут. Босс взял ру в себе в жены. Он вошел к ней, Господь дал ей зачать, и она родила сына. Женщины, говорили на уме, благословен Господь, который не решил тебя потомка. Да прославится он среди израильтян. Ну, потому что этот сын считается сыном ее покойного мужа. Внуком ее покойного мужа. Он вернет тебе бодрость и поддержит тебя на старости лет. Сноха твоя, которая любит тебя, родила его. Он для тебя лучше, чем семь сыновей. Ну, вот у Науми все было плохо. И вот она радуется тому, что род продолжается, жизнь идет. Участок земли теперь не просто продан кому-то, а наследуется ее потомкам, хотя физически не ее. Науми носила новорожденного на руках и нянчила его, приняла как своего. Соседки говорили, мальчик родился у Науми. Они дали ему имя, они назвали его Овед. Это отец Есея, отца Давида. Давида царя. Вот родословная Давида, начиная с Пароца, у Пароца, Пароца цены Еуда, родился Хицрон, у Хицрон родился Рам, у Рама родился Аминадав, у Аминадава родился Нахшон, у Нахшона родился Салма, у Салмана родился Боаз, у Боаза родился Увед, у Авед родился Еси, у Еси родился Давид. То есть, вся эта история рассказана для того, чтобы рассказать, как, собственно говоря, появился на свет дед Давида, царя Давида. Его прабабкой была маовитянка. Скандал. До седьмого колена потомок маовитян не мог войти в собрание израильтян. Это норма, установленная в Пятикнижии. А здесь всего лишь четвертое. И не просто вошел в собрание израильтян, не просто стал израильтянем, царем израильским стал, основателем династии, угодным Богу. Вот есть правило, а есть исключение. Есть правило о либератном браке, которые не очень-то жители Вифлеема соблюдают. Их исключение по принципу А. Зачем? А есть правило, маовитянин до седьмого колена не войдет. А есть исключение. А если он очень хочет, то войдет. Вот Руфь вошла. Но не потому, что она себе все требовала, требовала, а потому, что она исполнила то, чего израильтяни не исполняли. Вот если здесь убыло, если израильтяне не очень-то помнят про свой либератный брак, то приходит маовитянка, которая им напоминает, которая восстанавливает этот закон. То есть принадлежность к Божьему народу, способность стать прародителем великого царя Давида, а тем самым прародителем Иисуса Христа, это не что-то, что передается обязательно по прямой линии от отца к сыну. Это можно потерять, этого можно лишиться, а можно это приобрести, если ты готов стать частью этого народа, если ты принимаешь на себя этот самый закон. Я не знаю, когда написано книг Руфь, я об этом уже говорил, и никто на самом деле не знает. Есть хорошее предположение, но мне кажется очень верным, что вот в книгах «Ездры и Неми» описана история про то, как израильтяне, уже вернувшись из плена, прогоняют жен шежеземок. И вот они прямо так решительно это делают. И, возможно, книгу Руфь написали тогда, как такое большое-большое исключение. Вы говорите, что нельзя брать жены девушек из иных народов, а давайте вспомним, кто был прабабкой царя Давида, не Моавитянка или Руфь. Как это получилось? То есть дело не в родовой принадлежности, дело не в происхождении, дело в отношении человека, мужчины или женщины, к закону, к Богу, к народу Божьему. Еще, мне кажется, один очень важный вывод. Я, когда мы только начинали читать Руфь, напоминал, одна из трех женских книг Ветхого Завета, другие — «Исфирь Юдифь». Но «Исфирь» — это книга про царицу, Юдифь — это книга про добродетельную вдову, тоже, кстати, похоже. Но она там как агент проводит спецоперацию, казнит вражеского полководца. Руфь ничего такого не делает. Руфь — простая женщина, которая действует как обычная женщина, ничего героического, ничего царственного, величественного, а в результате становится прабабкой великого царя. То есть, в нашем мире все время это деление, сейчас мир бурлит, пересматривает отношения, патриархат, права женщины, многие другие вещи, угнетенные, угнетатели, кому там надо перед кем извиняться. Хорошие вопросы, интересные вопросы, но есть гораздо более важные вопросы. А что нам позволяет преодолеть это разделение? Что позволяет слабой женщине, не беря в руки оружие, не становясь царицей, восстанавливать то, чего мужчины восстановить не смогли? Вот книга Руфь, мне кажется, отвечает именно на этот вопрос. Продолжение следует...